Всем привет, с вами снова Кокос и мы продолжаем проходить игру Pathfinder Kingmaker. Итак, давайте сейчас вернемся обратно в одинокий курган, походу я разгадал одно из направлений, каким образом можно открыть ту дверь, оказывается у Октавии я посмотрел там снежок и тому подобное, это первого уровня, да, пытался я смотреть как раз таки нулевые. Как у Ригангара. Оказалось то, что в нулевых там у нее есть удар, ну там не знаю, электрический. Ну-ка, кстати, покажись мне. Да, вот он. Разряд. Поэтому сейчас, ну-ка. Ага. Так. Этот столбик не рабочий, да? То есть, чтобы запустить, нам вот остался один, получается, так? Так, а вы бегите. Че встали-то? Стоп, нет, сюда. Или... Нет, сюда. А здесь у нас что было? Так, этот уже заюзан. Нет, вот этот, походу, единственный. Последний. Так. Все-таки дайте я подстрахуюсь малости. Стоп. Че за... Ерунда. Так, у тебя мы делаем... Нет, не удар молнии. Блин, ты еще не отдыхала. После выставления заклинания она еще не отдыхала. Давайте делаем мага. Так, раз-раз. Раз. И сюда. Ну. Любимая школа магии. Боевая магия. Внушительная стойка. Жестокий удар. Координация маневров. Так. Если я не помню... Прицельный удар. Покажи мне магию вообще, какую у тебя... Трансмутация, разрушение, воплощение, очарование. Да? Большей частью мы что? Бьем чем? Трансмутацией. Трансмутация, очарование, иллюзии, разрушение. Лукоспособности. Так. Любимая школа магии. Трансмутация. На повышение. Давай. А тут? Тут, 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 тут. Что будет тут? Так. Ну, если нет у тебя... Уменьшение, увеличение массовое. Хочу вот облик зверя второй. Четвертого. Совершить. Давай еще одного мага. Блин, какой черт тогда брал там ангельский аспект, стихийная форма. Увеличить животные? Увеличивается вдвое. Вес в 8 раз. Переходит в следующую категорию размера, получая бонус. Либо полиморф. Согласное существо среднего леопарда. Или небольшого элементаля. Также вы получаете бонус отражения в защите, в устойчивости. Иллюзорная паутина. Вот если бы это еще... Ледяная тюрьма. Вы заключаете цель в оковы прочного льда. Если цель провалилась, пасбросок... Она парализована? Блин, хочу. Давай. Так. Клопа сделал, да? Окей. Ой, ну пусть вот на небе лежит. Сомневаюсь, что там будет что-то доброе. Даже не знаю, давай тебе. Че, попробуем? А, блин. Рикангар. О, вроде готово. Смотрите. В нулевом уровне. Во! Ну-ка. Огонь. Так. У кого-то была корона с варварами. Блин, у Амери, что ли? Ой-ой-ой-ой. Страшно. Страшно, страшно, страшно. Серьезно. Серьезно? Я понял. жезл молебен 11 зарядов линдси на барельефе изображено создание филактерии хранилище души для будущего лича а тут на брельефе мигущественный маг уничтожает может невинных жертв провалено так выкинул 25 бросок 11 так ладно все вы меня расстроили так ну-ка идите сюда блин один ты издеваешься там может что-то интересное было ну в общем не знаю судите сами по моему там так ерунде не хотят для левела когда ты возможно только туда заходишь первый раз может быть не стоящие свитки и тому подобное жезл молебен да так а сейчас так ну-ка проверим что у нас тут за дела там в королевстве странная загадка которая ломает до сих пор голову ждет в астроном зале раз ранга канцлер может расти еще так а только канцлера нас к религию мы хотели до пятишки поднять внешняя политика религия то есть хранителя вот можно поднять до почему бы нет то есть в общем дел делишки у нас есть в замке пойдем тогда в замок там растила мы кого харима же вроде отправили до улучшать регион спиры стилом так ну-ка сюда мы добираемся 6 часов сюда добираемся 11 часов сюда идем телепорт вармхолт нет стоп клыкоград кстати смотрите прочитал тут такая вещь помните до следопыта в прошлой серии где у нас тут было по пояс по следам следопытов оказывается следопыты из новые группы оказались еще менее осторожными чем те которые попались королю раньше нет наведавшись долину мертвых горе исследователи пробудили целое полчища отвратительно нежити оказывается они вот сюда наведывались и притащили с собой один окон там циклопа нежить вот аж до сюда то есть они не из кургана как я предполагал так что у нас тронный зал тронный зал сейчас попробовать на улучшение кому-нибудь отправить не знаю харим либо этот кто из них может стоп вармхолт уже улучшен вроде и харим тогда уже занимался вроде делом да окей так ну-ка мне ничего нового нету а из этих о я с удовольствием поменяю полный набор предметов на их легенду вы слышите как она зовет вас поспешим расскажите мне всем самоцветной пещере чем у меня забрал ага толданские я слышу стук копыт и скрип колес чую дым походных костров мое лицо целует ветер и омывает небесными слезами дождь мы в походе долгом походе на север мы идем ничейные земли за краем карты сулящие тем кто не боится странствами новый дом земли где нас ждет свобода и богатство меня зовут жаксида трестри я родом из равнины тандак сердце великого толдорской империи наш род стар но не богат наследство младшей дочери едва хватило на лошадей повозку и припасы но и пусть мое главное наследство острый ум и крепкие руки не боящиеся труда своим детям я оставлю такие сокровища которым моим предкам и не снились тысячу лет назад повинуясь императорскому приказу 5 исследовательская армия нанесла на карты регион великой реки селен бесконечные мили равнин и холмов лесов и болот дневник моего предка служившего в этой армии упоминал пещеру наполненную дивными самоцветами от пола до потолка армия повернула спять на века оставив самоцветные копии ничейными но теперь они станут моими вперед почему армия оставила копии нетронутыми это и правда загадка мой предок посвятил немало слов красоте и богатство пещеры не забыл написать и о том что по каким приметам ее найти но вот о том почему армия бросила такое сокровище нет ни слова может быть эти записи просто не сохранились что ж тем интереснее может быть мы прольем свет и на эту тайну что ты будешь делать когда найдешь рудник неужели не ясно объявлю землю где они расположены своей собственности и частью толдорской империи после этого если кто-то пожелает их отнять то будет иметь дело уже не только со мной но и с имперскими войсками почему ты думаешь что за тысячу лет никто не раскопал самоцветы конечно за такое время могло произойти много но это дикие земли там по сей день нет больших городов если бы кто-то добывал самоцветы уж наверное мы об этом бы знали продолжай мы добрались до места которым писал наш предок местные жители ютящиеся в жалких деревушках называют его холмогорье это странная жуткая земля казалось мы шли не по холмам а по древним курганом где покоились кости невообразимо древних существ живших здесь еще до падения заветно звездного камня самоцветная пещера должна быть где-то здесь после долгих поисков удача улыбнулась нам кривой лукавой усмешкой мы поймали среди холмов стайку кобальтов разряженных словно знать на балу их грязные чешуйчатые тела украшали сияющие самоцветы а на голове у предводителя красовался старинный наколенник толдорской работы допрашивать их долго не пришлось после того как мы снесли голову одному остальные остальные сразу рассказали где они все это взяли пещера оказалась еще прекраснее чем я воображала читая дневник предка огромный зал переливающийся блеском всех цветов и оттенков мы без труда выгнали оттуда кобальтов половину племени мы убили в бою остальные без сбежали сами напоследок старый кобальт не то вождь не то шаман потрясая кулачком провизжал проклятие я со смехом запустила в него факел и он исчез это был триумф самоцветы пятой армии были моими что именно крикнул старый кобальт он крикнул что они то уйдут а вот мы останемся здесь навечно тоже не проклятие я и так собиралась объявить эту землю своими владимием вы не пытались исследовать курганы пытались мой лучший скаут заметил в одном из холмов явно рукотворный вход и с небольшим отрядом отправился внутрь на разведку спустя пару часов изнутри повалил дым а потом курган с грохотом взорвался осталась только дымящаяся воронка больше мы наследие древних не тревожили а потом стало не до того продолжай свой рассказ внутри мы нашли древние балки поддерживающие стены ржавые инструменты и разрытые кобальтами могилы с частями старинных толдорских доспехов похоже древние все же добывали здесь самоцветы увы мы не стали выяснять что с ними случилось я объявил рудник своей собственности приняла и принялась за разработку вокруг копи быстро вырос небольшой городок сначала из местных жителей а потом потянулись люди издалека сюда стекали шахтеры барды пивовары жрецы и конечно всевозможные торговцы из солдора прислали полк солдат для охраны нового рудника империи и торгового пути мои владения процветали жаль это длилось недолго не прошло и года как мы на свою беду узнали что случилось предыдущими хозяевами рудника и почему его оставили что вы сделали с древними останками с честью перезахоронили они стали первыми обитателями нашего маленького кладбища которое вскоре пришлось значительно расширить продолжай дела шли как нельзя лучше когда по городку повозли слухи об эпидемии я как могла старалась спокоить жителей хотя к этому времени уже лучших лучше всех знала что серые пятна на коже и кровотечение из носа это смертный приговор древние хозяева рудника не ушли они умерли от пепельные проказы мы подхватили ее когда исследовали их могилы лучшие жрецы и врачи каких только можно было найти за деньги говорили в один голос это неизлечимо я еще надеялась оттянуть время найти лекарства когда сведения дошли до командования имперской армии был отдан приказ о карантине и наши охранники в ночь в одну ночь превратились в наших тюремщиков поселение оцепили тройным кордоном мы добывали драгоценности как и прежде вот только торговцы пользуясь нашим положением взвинтили цены люди умирали но город жил империя присылал новую рабочую силу клейменных каторжников благодаря врачам я протянула дольше многих но со временем перестала показываться из дома во всем городе казалось не было человека который не желал бы моей смерти я умерла в одиночестве медленно сгнила заживо среди несметных сокровищ прокаженная королева крошечного царства обреченных моя последняя мысль о том как весело мы смеялись над проклятием кобальтов и как быстро оно сбылось что стало с городом после смерти жаксины рудник унаследовал ее семействе колония прокаженных продолжала добывать камни еще много лет до тех пор пока они не иссякли после этого медленно угас и сам город когда умер последний прокаженный из империи прибыл отряд жрецов и магов которые молитвами огнем превратили зараженный город в безопасный пепел а вход в истощившийся рудник засыпали с тех пор прошло полторы тысячи лет от колонии не осталось и воспоминаний а коп наверное сейчас можно найти в холмогорье вот только никаких сокровищ в ней не осталось что это за болезнь не грозит ли эпидемия и моим подданным не тревожьтесь об этом когда-то пепельная проказа была неизлечима но толдорцы искоренили ее много веков назад к тому же от лепрось зорья окружившего рудник не осталось и тени спасибо ух не видать не сокровищ 10 тысяч ну это так копеечки пара 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 папа так события стоп события забасловка ремесленников нет нет знак свыше ну давай 31 не потянешь серьезно вообще не варик так советники регионы неизвестная святыня а что ж такое слушай святыня святыня стоп а где он нет регионы да а знак свыше блин я еще другой сложность отменить знак свыше 10 дней ты успеешь регионы святыня растила 7 дней всего лишь давай поехали огонь составе вместе с учеными карту самых удобных и безопасных паршрутов куратов куратор разослал ее копии крупнейшим иноземным купцам центр ювелирного дела по всем речным королевством ходит история драгоценных камнях и драконием серебре из серебристого следа с вашей помощью эти россказы не можно превратить в отличную рекомендацию для ювелиров обосновавшихся в этом регионе эффект привлекает ремесленников ювелиров в регион там вроде и так уже как карту мне серебрянск какой из них рыбная ферма так еще неизвестно до конца да так подожди и вот этот то есть вот эти уже улучшены и варнхолт вот здесь не получается здесь еще ни одного неизвестных стоп серьезно я еще не поставил здесь город так а это еще чё такое раскаяние орден плети передать им заключенных из своих темниц рыцари преисподни отберут достойных и превратят их в рекрутов а недостойных наставят на путь искупления так погоди варнхолт где я хочу иметь здесь замок здесь я хочу иметь где-то вот здесь вот здесь наверное сделаем под сюда вот подальше до дунград сколько мне денег не кустах каждую неделю по 91 по 91 очку строительства но все равно деревянные стены давай ратушу ратушу а дом собранишь школа дорого сразу так ресурсы шпионаж мне нужен жестко шпионаж то есть если мы делаем стоп шпионаж сторожевая башня давай еще есть варики поднять шпионаж армии стабильности шпионаж соседствует с казармами таверна предположим предположим таверна и казармы вот с этой стороны сколько мне там денег пока оставлю проект запихнуть а мне денег уже нету труляля чё там такое так знак свыше харим течет я не понял а все 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 харим можешь идти на загс выше хотя давай посмотрим где тут у нас что есть еще икон 14 дней здесь это проблема а то возможность ладно икон давай сначала сюда не отвру давай сюда так ты сюда и отправляйся раскаяние и сюда отправляйся 14 дней нам хватает по сути так регионы центре ювелир нет мы сейчас ничего это делать не будем посмотрим население то лояльность мак и так уже убежал культура давай поехали вот эта цифра мне не нравится 13 ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй по следам следопытов дипломат сообщила обществу следопытов о беде вызвано их коллегами те незамедлительно пришли на помощь местным жителям и усмирили нежить до того как она уничтожила весь регион они удачливые авантюристы счастливо избежали петли паразиты так провал гнев леса но я так и думал один из подслонных агентопереговорщиков пришел на встречу с топором не всем членам делегации удалось сбежать из леса живыми древние с древними да как вас или не колец когда не в лихолесе вроде заперлись их оттуда найти орки войдя на окруженный толпой людей холм харим возвел руки к небу ну да мы уже слышали мертвенный бледный лик успех хранитель договорился передачи нескольких десятков узников ордену казна пополнилась хоть и незначительно а расходы на содержание заключенных снизились шпионаж забастовка ремесленников ну что почему у меня было 15 а это был второй месяц точно там же 28 дней было замечательно обучение сказителя для куратора для позиции куратора зачем так сотка подожди он у меня но в магистрах зачем мне куратора для винистские сколько 210 а ли винистские это у нас это пока нельзя то то есть вот сюда мы можем присоединиться куратор просит министр джубилос ждать аудиенции крестьянский самосуд октавия сама стала что ли предложение сотрудничества так ну-ка погоди куратор ищем сначала проблема проблема у нас вот например здесь так толпа разъяреных христиан пытается линчевать молодого молодую девушка азимара отлично разбирайся здесь у нас мудрец это возможность нам нужны сначала проблемы ретивы охотники браконьеры незаконно забивает животных и расставляет капканов которые попадают местные жители разбирайся торговые привилегии все одни возможности остались и значит то есть по порядку хорошо иди предложение сотрудничества ни то ни сё обучение нет иди разбирайся предложение сотрудничества ветер в парусах знаменитой абсаломскими верфями собственность дьявола и морской короля идет настоящая торговая война недавно король остался без заказов и теперь ищет новых покупателей самое время пополнить флот современными кораблями флот у меня есть флот при кионе объявился перспективный иностранный маг и ученый он ищет тихое место в котором его не будут беспокоить сотрудничество с этим человеком может принести пользу властям культура либо лояльность что нам что больше давай культуру вперед джуби сезон охоты так три стен либо религия либо лояльность давай по религии ударим десятку фиг он фигас два в лесу был замечен королевский олень священная дичь изредка выпускаемая самым эрастилом здесь жрецы говорят что этот добрый знак покровитель охотников будет не против если мы загоним этого роскошного зверя харим пойдет и все испортит все готово регионы прочее тренировка понятно кстати тренировку может кто-то другой выполнить нет не может экономика экономика растранга и у нас только три стен остался свободный а ригангар вот ригангара уже наверно давно пора повысить он у нас молодец так мне не нравится то что джубилост хочет со мной поговорить то есть не министр шпионажа а джубилост походу его квест открывается я думал мы закончили или он расшифровал этот загадку кстати да дважды рожденный же уже прошел он скорее всего расшифровал ну и чего мы там сидим инициатива определяет как быстро ваш персонаж реагирует на вызовы и опасности чем ниже инициатива персонажа тем позже он вступает в битву ну 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 блин там трудный зал почему так долго прогружает и да игра стоит на ссд шки мы поймали шпиона знаешь ли откуда он из даггер марка столицы шпионажа и интриг речных королевств я послал агентов на поиски его нанимательницы но она сама вышла на связь и успешно предложила переметнуться к нам но не спеши радоваться вряд ли тебе приходила в голову эта мысль но вся эта история столь удачная для нас может быть ложью я не думаю что она к нам заслана специально и ее нужно целенаправленно пичкать ложью но вдруг она нас продаст никогда нельзя упускать из виду банальную жадность мы могли бы взять ценных заложников но что если она не не сентиментальна думаю только передовые магические средства обработки разума гарантируют эффективность но не безопасность для нее самой я должен выбрать да а вдруг она не сентиментально переметнуться к нам давай не знаю семью друзей пусть живут у нас если что чик чик армия шпионаж человек трясущийся от страха за свою семью плохой шпион он непредсказуем неразумен а значит ненадежен оказать поддержку министру слушай ну ты взял бы и сам предложил бы должен я выбирать оказать поддержку министру преданные агенты щуки линдзи пылают то голос почти срывается на крик нет но что они себе позволяют ты только послушай золотые двуручники и халат из драконьей шкуры куда на самом деле уходят наши налоги какое налога какое наглое вранье и кто им вообще разрешил в чужих карманах деньги считать уф привет джет ходила на рынок ну за перьями чернилами и увидела там мальчишку раздающего эту газенку газетенку прочитала заголовок и чуть было не взорвалась от возмущения хотела было даже купить чтобы тебе показать но не хочу и одной монетки монеткой поддерживать этих наглых бумагомарок постояв и постучав пальцем по подбородку Линдси задумчиво продолжает эх но не будем же мы как один чересчур хорошо знакомый нам монарх закрывать эту газету разгонять редакцию изымать тиражи ведь это был оправдало все их небылицы в глазах твоих поданных так мы ответим на их обвинение выпустив собственную газету благо типография в нашем распоряжении уже есть личные свободы гарантируют свободу слова мы не будем вмешиваться блин мы ответим на их обвинение будем оправдываться на кой черт нам оправдываться так ведь нельзя позволить неизвестным провокаторам подрывать авторитет власти повелеваю закрыть да ну тоже речные свободы гарантируют свободу слова мы не будем вмешиваться или повоюем их же языком ну 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 каждый ход линдси хлопает себя по лбу конечно же я как я могла забыть какое чудесное решение джет мы сразимся с их клеветой и бескусицей нашей правды и красотой ну и у меня даже есть на примете толковый редактор окей вот еще каждый бы ход вот это ну то есть добавлялось стоп а что значит каждый ход ммм каждую неделю да списание это идет ты ведь помнишь наше небольшое приключение с лордами фей и их непоследовательными дебатами а я так и знал будь они нелады предвосхищая вопрос под нелады я имел в виду и дебаты и лордов так или иначе я много размышлял над тем обращиком прескверного славоблудия которое мы получили в качестве награды за испытание и ответы на вопросы о судьбах расы гномов позволь напомнить тебе текст числа помогут тебе в пути одно пятое из десяти его не сложно будет найти если вспомнишь кто открыл дорогу древнему мертвецу и его черноперому вестнику второе содержится в дюжине дюжину раз и в трое больше тех кто потерял лицо не пытайся его угадать сейчас время еще не пришло так второе содержится в дюжине дюжину раз и в трое больше тех кто потерял лицо не пытайся его угадать сейчас время еще не пришло жди пока тот кто дважды рожден будет дважды же побежден сложи два числа когда луна сойдет с пути вот мерцающего озера отыщи того кто раскроет тайну ни одного здравомыслящего существа не стало бы тратить время на разгадку подобного словесного выверта кто бы знал какое усилие мне пришлось приложить чтобы отнестись к этому материалу серьезно и это дало результат очевидно что часть про открыл дорогу древнему мертвецу его черноперому вестнику относилась к Виласу Гундерсону разбудившему Вардакая эта загадка навела меня на кое-какие мысли кто дважды был рожден относилась очевидно что часть про тот кто дважды был рожден дважды будет побежден относилась к Армагу именно нам неоткуда было знать это на момент дебатов ведь мы еще не столкнулись с Армагом и не победили его что кстати наталкивает меня на некоторые соображения о личности многоуважаемого посланника но это не имеет отношения к делу и так что мы знаем загадка советовала начать поиски после того как будет дважды побежден дважды рожденный что уже случилось еще одна ее часть втрое больше тех кто потерял лицо так же прояснилось только теперь это число двадцать четыре втрое больше чем было безликих сестер но все остальное что значит когда луна уйдет почему двадцать четыре должно содержаться в дюжине дюжину раз я намерен проштудировать астрономические справочники написать знакомым жрецам дезны вероятно речь о каком-то редком небесном явлении интеллект проверка пройдена хотел попросить тебя заняться первой частью загадки той где говорится о вилосе гундерсон обрати внимание нам не советовали не найти его не поговорить только помнить имя вилос я подумал вот о чем горе мыка написал и издал несколько отвратительных книг быть может ответ скрывался в одной из них мне противна сама мысль о том что чтобы копаться в этой пародии на литературу буду очень признателен да да признателен за помощь возможно у кого-то любителя чтива в городе найдется томик другой ты не думаешь что содержится в дюжине дюжину раз это про число месяца в каждом месяце есть двина есть двадцать четвертое число и во всем году их двенадцать джубило смотрит на вас с подозрением не может же все быть настолько просто или может с феями никогда не угадаешь что ж это хорошая догадка но она не избавляет нас от необходимости искать книги хорошо я поищу книги гундерсона и попробую разобраться в них удачи на этом нелегком поприще напоминаю загадка говорит что нам нужно найти нечто пятое из десяти и связанное с гундерсоном сложить число двадцать четыре с числом двадцать четыре и отправиться к мерцающему озеру когда луна уйдет надеюсь все это не один большой розыгрыш фей потому что иначе я и без всяких исследований пойму что заставило гномов бежать от такого соседства из первого мира ага амулет прошу прошу примите скромный знак мои глубокой признательности окей гениальная идея давай ой ой только пожалуйста без рассказов я рада видеть тебя достойный сай благодарю ммм меня гонят дела ну и ладно я переживу а норель восемь глаз а ты чё пришла выглядит необычно попрятно волосы вымыты и причёсаны на одежде нет ни пятнышка а лицо эльфийки светится это глава наёмников каким-то необычным для неё энтузиазмом когда она начинает говорить то становится очевидно в отличие от обычной ситуации теперь она очень аккуратно выбирает слова я здесь в качестве официальной представительницы общества следопытов ваше величество в апсаломе стало известно что в последнее время вас то и дело донимают некоторые члены общества точнее последствия их необдуманных действий я приношу вам и вашим поданным официальные извинения и хочу сделать вам ваше величество предложение которое будет выгодно для всех заинтересованных сторон позвольте представителю общества следопытов остаться в городе и основать местную ложу чтобы координировать рядовых следопытов мы не хотели бы действовать в этом регионе не имея поддержки от местного правителя цель общества исследовать мир в котором мы живём а не насаждать ненужных конфликтов расскажи мне об обществе следопыты из тех кто не может спокойно жить в мире таящим секреты и загадки любопытство гонит их прочь из тёплого дома за реки и моря на край земли порой даже за пределы этого мира в украденных землях хватает тайн и для тех следопытов что решат разгадать их нужна местная ложа то есть члены вашего общества приходят в чужие земли и устраивают там неприятности влезая в то что их не касается события связанные как же ах долина мертвых трагичная случайность от которой не застрахован ни один смертный иногда зло таившееся в глубинах вырывается на свободу и некоторые следопыты пекутся о безопасности окружающих меньше чем другие но общество таково какое оно и есть оно принимает любых претендентов на звание следопыты и отправляет своих адептов во все уголки галлариона только так можно сохранить равновесие без которого общество давно превратилось бы в апологетов той или иной идеи кто именно выступит в роли представителя общества эльфийка откашливается я готова приступить к своим обязанностям в ту же секунду когда вы дадите свое согласие я сама много лет была следопытом и повидала всякого куда страшнее того чем могут похвастать украдены похвастать украденные земли если позволить так выразиться уверенно я в состоянии позаботиться о новичках анарель ты ли это не узнаю тебя анарель хихикает и словно стряхивает себя напусканную официальность простите но я же не на задание но я же на задание от общества ваше величество после этого как те волохи в долине мертвых устроили вам кавардак общество решило что нужно основать здесь ложу и кто-то вспомнил про меня я только вчера получила послание от общества мол если вы согласитесь я стану местным капитаном куратором и знаете что я решила что довольно прозябать без дела следовательно сделанного не воротишь да и следопыт из меня уже никакая но я еще могу послушать другим за те годы что я здесь проторчала и немало узнала об украденных землях хватит на пару учебников лишь бы вы на ложу согласились я тоже хочу стать следопытом как вступить в общество анарель изумленно открывает рот но выражение удивления сменяется на лукавую гримаску знаете ваше величество я была бы рада такому коллеге как вы но едва ли вы сможете сочетать управление целой страной и приключения во всех уголках мира когда устанете от сидения на троне приходите поговорим окей я буду рад присутствию следопытов в этих землях я разрешаю основать ложу я не могу подвергать своих поданных риску из очередной напасти вырвавшиеся на свободу пашек следопытов могут погибнуть я отказываю не давай мы соглашаемся анарель расцветает на глазах благодарю вас с вашего позволения я откланяюсь и немедленно приступлю к своим обязанностям местного капитана куратора так по следам следопытов тоже выполнено да а дождаться стоп все дверь в никуда книгу виллоса гундерсона вот она у меня даже возможно есть но это мы потом проверим кстати почему то у меня почему книжки так разбросано ладно не суть важно давайте на этом и серию закончим всем спасибо за просмотры надеюсь вам понравилось приходите к нам еще а я с вами прощаюсь до новых встреч в новых видео пока пока